Благоприятный день, явление Господа Баларамы, мы коротко расскажем о его славном деянии. Сначала Господь Баларама явился как седьмой сын деваки, его судеба в члеве деваки. Но он не принял, конечно, отбросил из члеве деваки, он был разрешен, чтобы он отправился в члеве деваки. Но он не принял, что у меня есть члеве деваки, он так все был устроен, что он был принесен в члеве другой, жил его судеба по имени Родины. Но значение того, что Господь Баларам сначала появился в члеве деваки, состоит в том, что он хочет убедиться, что все готово для того, чтобы имелся Господь Кришни. То есть Господь Баларам этим бастуком учит нас о том, чтобы всегда были слугами Господа Кришни. Как в мирских делах, перед тем, как появляется какая-то важная персона, куда-то приезжает, сначала приезжают министр или помощники, и они убеждаются в том, что все готово для приезда к дружелю какой-то главной личности. И именно с этой целью Господь Баларам сначала появился в члеве деваки, потом он принесен в члеве Рохини, которая была второй женой Васудеба, и она жива в доме на Махараджу. Таким образом, Господь Кришна и Господь Баларам вместе проводили свои детские игры в доме на Махараджу. Господь Кришна, как молодой ребенок, убил несколько демонов, но первый демон, который убил Баларам, был демон, которого убил в лесу Талаван. Когда они отправились туда. Талаван forest is there to go over down hill, and it's, if you ever go on the Brindavan Parikram, you notice in Talavan how the ground is so nice and soft and rich and black, and it's there they grow many talafruit trees and other fruit trees. Если место Талаван, лес Талаван находится недалеко от Раватхана, если вы когда-нибудь ходили по Парикраму во Бриндаване, то вы могли убедиться в том, какая в этом лесу Талаван мягкая, замечательная земля, и там они выращивают деревья, которые дают плоды талаван. A lot of raja is full of stones and rocks, and it's not very nice for walking, especially if you're barefooted. В Бриндаване, в целом, достаточно много такой сухой земли, достаточно жесткой и острых камней, то есть не всегда комфортно для таких босоногих паломников. Но если вы приходите в Талаван, там так прекрасно, земля такая мягкая. So Lord Krishna and Balarama were told by the other cowherd boys how there's many wonderful fruit trees there, but there's this big demon, Denukha, who lives there, and nobody can go near these trees because of this demon. And so, of course, Lord Krishna and Balarama, they're not afraid of anyone, and when they heard demons there, they said, oh, let's go and see. So Lord Balarama came into Denukha, in that forest where all the fruit trees were, began to shake the trees, and so many fruits began to fall from the trees. И когда они вошли в этот лес, Господь Баларам начал трясти деревья, и с этих деревьев стали множество опадать эти плоды. Бала means strong, Balarama is very strong. Бала означает сила, и Баларам, он очень силен. И когда демон Денукха в форме этого огромного осла услышал шум от падающих плодов тала, он тут же примечался туда. И когда этот демон Хинукха накинулся на Баларама, Баларам Ловко поймал его одной рукой за заднюю ногу, раскрутил и закинул на дерево. И все остальные демоны, это подобные Хинукха в форме ослов, их постигла та же самая участь, все они увенчали собой деревья многочисленные в этом лесу. Таким образом все мальчики-бастушки могли насладиться этими плодами дерева тала. Следующий демон, которого убил Господь Баларама, его имя было Праламба. А Праламба, he had come in the form of, he disguised himself cleverly in the form of a cowherd boy. Этот демон Праламба очень хитер был и он прикинулся, принял облик одного из мальчиков-пастушков. Кришна и Баларама ходили каждый день с курицами и другими курицами. Но один из курицов-пастушков, который был не хорошо один день, он прикинулся. И этот демон Праламба, праламба, принял облик от этого мальчика и он обликнул себя как этого мальчика. Каждый день Кришна и Баларама вместе с коровами и телятами выходили на пастбище в лес. И однажды один мальчик заболел мальчик-пастушок. И Праламба воспользовался этим и принял его облик и таким образом затесался среди друзей Кришны. Конечно, Кришна и Баларама были омнесенны, они знали это, но они хотели увидеть, что демон будет делать. Естественно, Кришна и Баларама прекрасно понимали, что происходит, но им было интересно посмотреть, как этот демон будет себя вести. И обычно, пока коровы и теляты баслись, мальчики играли в различные игры, и одна из этих игр требовала, чтобы они разбились на две команды. Кришна был в одной команде, и Баларам был в другой команде. И этот демон Праламба подумал так, что с Кришной я пока не буду связываться, может быть мне стоит связаться с Баларамом. И поэтому он пошел в ту камраду, который был лишним, который был против Баларамы. И условие этой игры было так, что проигравшие на своих плечах катают победителей. И так случилось, что команда Кришны проиграла, поэтому Кришне и остальные пришлось носить на плечах по представлению другой команды. И Баларам сказал, почему? И Баларам, он был в стороне этого демона, который был в стороне этого демона. И Баларам оказался на плечах как раз этого самого Праламба, который оттимулся от мальчика. И этот демон Праламба подумал, ну вот все, он замечательно складывается, теперь Баларам со мной, удесу к этому подальше, и там мы с ним разберемся. И так, этот Праламба стал убегать с Баларамой на плечах, но Баларам-то сам по себе, он же несет, поддерживает всю Вселенную, поэтому Баларам вообще очень тяжелый. И так, этот демон Праламба пытался уносить Балараму все дальше и дальше, но вес Баларамы возрастал, и этот демон уже не мог поддерживать форму мальчика-пастушка. Поэтому он проявил свою безначальную форму, форму этого гигантского демона Праламба. И Баларам, сидя на плечах этого демона Праламба, так сказать, очень быстро его, так сказать, выключил, просто одним ударом ударил его и все. Okay, then, another demon killed by, oh, another pastime of Lord Balaram takes place, it's, it's, Lord Balaram, he was going to Vrindavan to deliver the message to the gopis. Yes, Balaram, so after they moved to Dvaraka, Lord Krishna wants to send a message back to Vrindavan. Следующая лила связана с Баларамой, это она относится к тому времени, когда Кришна с Баларамой уже переселились к Vrindavan, и однажды Кришна отправил Балараму во Vrindavan с посланием. And Lord Balaram has his own gopis there in Vrindavan, just as Krishna has his gopis, Lord Balaram has a separate group of gopis. И у Господа Балараму во Vrindavan есть тоже своя группа, подобно у Кришна своей группы, так же у Баларама своя группа gopis. Итак, однажды Господь Баларам проводил игры со своей группой gopis. И Господь Баларам очень любит пить напиток, приготовленный из меда, этот напиток называется Варуни. И в этот день мы всегда предлагаем божествам мед. Итак, Господь Баларам любит пить напиток Варуни и он пилинет от него. И находясь в состоянии, так сказать, опьянения, Баларам приказал Емуне, лике Емуне, подойди ближе ко мне, я хочу совершить умовение в твоих водах. Баларам – это Верховная Личность Бога, и если Он дает приказ, Ему необходимо следовать, повиноваться. И Емуна полностью проэкнорировала, но подумала, ну, он пьян, черный услышится. И Господь Баларам, покусив голос, поднял свой блук и сказал, что если ты не подойдешь ко мне ближе, то я тебя просто разрежу на множество ручейков. Другое имя, под которым известен Господь Баларам, это Халатхара, то есть тот, кто носит блук. И он использует этот блук для различных вещей. И он использует этот блук для разными целями. Он использует этот блук, чтобы ударить на землю вокруг Емуне, и он бросает всю Емуне через маленькие стены. Видя, что происходит с водами реки, Божество Емуна, сама Емуна Деви, она вышла из реки и стала относить молять к Господу Балараму. И она стала извиняться, чтобы, прости, пожалуйста, я не подняла твоей личности, персону. Эта игра также описывается в песне Джай Деви Госвами, Джай Деви Госвами. Нужно понять, в чем важность того, что Господь Баларама носит блук. Закон сельского хозяйства такая вышла, что если вы хотите что-то посадить в землю, сначала эту землю нужно вспахать. И так, обычно крестьяне сначала вспахивают землю, а потом уже сажают рис и что-то еще. Так же Господь Баларам является изначальным духовным учителем, и в данном случае этот блук обозначает, что он готовит поле на наши сердца для того, чтобы посадить в них семя бредности. Мы не хотим просто разобраться семена, куда попало, но мы хотели сначала подготовить эту почву, и вот Господь Баларам как раз показывает при помощи этого своего орудия, плука, что сначала надо подготовить эту почву. Надо подготовить поле для сердца, а потом уже бросать семена. Другая игра, в которой Господь Баларам себя проявил, это была ситуация, когда внук Кришны, Анирудха, женился. Вы знаете, Кришна's principal, first wife, was Rukmini, and she had a brother, who was not very friendly to Krishna, a brother called Rukmi. Первая жена Кришны это Rukmini, и у нее есть брат Rukmi, который относился к Кришне очень недружелюбно. Rukmi was arranging Rukmini's marriage to his friend Sishupapa, when Krishna came and took her away. Rukmi хотел устроить брак своей сестры Rukmini со своим другом Sishupapa, но он для этого все готовил, и тут появился Кришна и похитил Rukmini. However, after some time Rukmini decided he wanted to marry his daughter and his granddaughter, to give them both a marriage to one of Krishna's sons and one of his grandsons. His daughter or his brother? Rukmini's daughter and Rukmini's granddaughter. Both? Yeah. Granddaughter? Granddaughter. No, 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 no. What is the problem? If his daughter already has a granddaughter, that means that she is already married. So... Yeah. Well, they have many children. Okay, not just one. Okay. 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 So, when Rukmini decided to marry his daughter and one of his grandchildren, he decided to prepare a ceremony. So, big marriage was arranged. Krishna and all the family came, and Lord Balaram also came. And Rukmini, after the marriage, Rukmini challenged Lord Balaram to a game of dice. Now, the first game, Rukmini won, defeating Lord Balaram. But then, in the second game, Lord Balaram won, but Rukmini would not admit defeat. And he would say, no, I am the winner. And even a voice from the sky declared, Lord Balaram is actually the winner. So, then, they had another game, a third game, and this time, again, Lord Balaram won. But again, Rukmini said, no, I am the winner. And then, Rukmini began to insult Lord Balaram, telling him that, you don't know anything about dice, you should just take care of cows. So, that Balaram didn't take these words very kindly and he took his club and he smashed her knee in the head and killed him. And Krishna couldn't say anything. Because if Krishna had said anything, if he congratulated Lord Balaram, then his wife Rukmini wouldn't have liked it, because Rukmini was the brother of Rukmini. He didn't say anything. He didn't say anything. Oh, just, простите, Lord Krishna, Krishna had said to Balaram, well done, Balaram, you've killed this man, then his wife wouldn't have liked that. And he doesn't want to condemn him also, he doesn't want to chastise Balaram and say, oh, you should have done that, because Lord Balaram will not be pleased with him. And so, just understand the position of Lord Balaram, he can kill Krishna's brother-in-law and get away with this. So, another pastime which takes place with Lord Balaram was with the marriage of Lakshmana and Sambha. Lakshmana was one of the daughters of Duryodhana and she was to have a swayam-bar ceremony where she could select the man she wanted for her husband. So, many great qualified men had assembled all hoping that this young girl Lakshmana would select them to be her husband. So, Sambha is one of Krishna's sons, the son of Jambavati Krishna and he also decided to marry this girl, but he thought, I know she's not going to pick me. So, he decided that when she came around, he would just simply pick her up and take her. So, of course, all of the other kings who were expecting to marry this girl, who expected that maybe she will pick me, they were very angry and they all chased after Sambha. And finally, many of the great Kuru Maharatis came after him and they captured Sambha. So, when Sambha did not return to Dwaraka, then Narada Muni came and explained to them what had happened. So, Lord Krishna was ready to come with an army and fight. It was going to be the Yadu fighting the Kuru's. But Lord Balarama suggested, let me go first and I will talk to them and I think I can settle the dispute without us having war. Lord Balarama had a nice relationship with Duryodhana because Lord Balarama had even taught Duryodhana how to fight with the club. So, Lord Balarama went there along with Udava and several other ministers in Brahman. They all went to Hastinapur to try to settle this. And seeing Lord Balarama come there, they were very happy and they were very pleased, so our friend has come, Lord Balarama has come. And they came out to greet him and they offered worship to him. So, then they asked Lord Balarama what's the purpose of your coming and Lord Balarama said, I know you have got Sambha here and I know that he has taken Lakshmana, your daughter for a while. But hearing Lord Balarama speak like this, Duryodhana and the others from the Kuru's, they became offended. They said, just listen to him. Who is he? Who is he? In the name of Ugrasena, he comes here and tells us what to do? Who does he think they are? And when Balarama said these words, Duryodhana and the other people from the Kuru's, they said, who is he? 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 You are like the shoes that you want to go on the head. Вы просто подобны обуви, ботинкам, которые указывают в голове, что нужно делать. И они отвернулись и вернулись в дворец. И тогда Господь Баларам сказал, надо же какое невежество, только посмотрите. Он сказал, в этом случае придется как с животными, которые не понимают слова, которые понимают только палку. И эти куры подобны животным, поэтому мне придется с ними соответствующим образом изъясняться. И тогда Господь Баларам опять взял свой плуг и воткнул его в землю и стал тянуть на себя. Фактически весь дворец Хастинапура стал приближаться к берегу Емуны. И сразу же Дурьёдхана и все генералы вернулись, и они спрятались на ногах Баларам. И они попросили, что не, не, пожалуйста, пожалуйста, мы только хотели увидеть вашу праздник. Мы только хотели увидеть, как прекрасно вы можете представить себя. Тут же Дурьёдхана, генералы ему и всякие, так сказать, советники выскочили из дворца. Припадил Стапан Баларам и стали говорить, пожалуйста, пожалуйста, прекрати, не нужно ничего делать, мы просто пошутили. Мы хотели посмотреть, как ты проявишь свое величие, пожалуйста, остановись. И они immediately ordered, «Релизь Лакшмана, релизь Самба, bring dowry, give big presents, make many offerings. И тут же, так сказать, была дана команда, чтобы отпустили Самбу вместе с его невестой Лакшманой. Какое-то, значит, приданное, подарки и все прочее собрали и приготовили». И тогда Господь Баларам забрал с собой дворца. Another wonderful pastime of Lord Balaram took place. While the battle of Kurukshetra was going on, Lord Balaram was not taking part. He didn't want to take sides. He decided he would go and visit holy places. Следующая вилла, связанная с Господом Баларамой, произошла во время битвы на Куркшетре. Сам Господь Баларам в этой битве участия не принимал. Он решил, что он не отдаст предпочтение ни одной стороне. Вместо этого он решил отправить по местам паломничества. So he came to Naimisharanya, which is like the hub of the universe. The sages were all there. They were hearing Srimad Bhagavatam. И он отправился в Naimisharanya. Naimisharanya – это географический центр Вселенной. Ось, через который проходит центр Вселенной. И в этом месте было много мудрецов, которые обсуждали Srimad Bhagavatam. И когда Господь Баларам появился там, все мудрецы выразили упочтение. Кто-то встал, кто-то покловился ему. Только один человек не выразил упочтение. There was one person, Ramaharshan. And he was sitting on the big seat. And he was speaking the Srimad Bhagavatam. И единственным, кто не выразил свое почтение Балараму, был Ромахаршана. Он как раз был рассказчиком и сидел в высокой асане. And he neither got up or offered any respect. И он не встал с места и не производил никаких других знаков почтения Балараму. And Lord Balaram considered the situation of this person, Ramaharshan. He considered his birth. Господь Баларам задумался о положении, происхождении этого человека, Ramaharshan, о его семье. He was not by birth a pure brahmana. He was a mixed brahmana. The father was from shatria line, the mother was from the brahmana. И особенность рождения Ramaharshan была в том, что он был нечистый из брахманической семьи. Его отец был в Анчатре, а моя мать была из брахманической семьи. So Lord Balaram considered his mission, that he had also come, just as Lord Krishna had come. Paritranaya sadhunam vinas chaya chadushkritam. To deliver the pious and to annihilate the miscreants. И Господь Баларам задумался о своей миссии. Его миссия, в принципе, тождественна о миссии Кришны, где Кришна говорит, паритранaya sadhunam vinas chaya chadushkritam. Защитить праведников и уничтожить демонов. So Lord Balaram took a blade of kusha grass and pierced the heart of Ramaharshan. И тогда Господь Баларам сорвал, ну так сказать, вот эту травинку, куша и провестил ей сердце Ramaharshan. He killed this Ramaharshan. He detected pride in him. He said he's not worthy, he's not qualified to be speaking. But the sages said, but we gave him a benediction of a long life, and you have killed him. И тогда мудрецы, которые были вокруг, они растерялись и сказали, как же так? И мы благословили Ramaharshanу долгой жизнью, чтобы он рассказывал нам всем от Бхагаватам, а ты убил его. Lord Balaram said, well, I'll bring him back to life if you want. Господь Баларам сказал, well, я могу его оживить, если вы хотите. No, no, you're the supreme lord. Они сказали, нет, нет, ты верховный Господь. You have killed him, let it be like that. But we gave him benediction, long life, what about that? So then we will give that to his son. And Sutta Goswami became the speaker, and he sat. And then they requested Lord Balaram, that in order to atone for the killing, there's one demon here, Балва, who is troubling us when we perform our sacrifice, you please kill him. И также эти брахманы, мудрецы, попросили Господа Балараму совершить искупление его греха, так называемого убийства Брахмана. Сказали, что здесь неподалеку один из демонов, Балва, который беспокоит нас, ты, пожалуйста, лучше его убей. And Lord Balaram, Julie did that, he killed the demon, and after killing the demon, then he continued on his way, went on to the crime. И Господь Баларам выполнил их пожелание, убил этого демона и продолжил свои поломчества. Lord Balaram, Mahon Sabaki? Ja! Lord Balaram, Mahon Sabaki? Ja! Lord Bimbenendi! Amen! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ